Интервью с ветераном Великой Отечественной войны. Кусенко Николай Павлович. Я, Кусенко Николай Павлович, родился 16 декабря 1926 года на Кавказе, в Адыгее, в селе Садовом. Там же я учился в Бжедуг-Хабльской средней школе, в которой учились 1200 ребят и девчат с окрестных шести хуторов и аулов. Из этих 1200 ребят только я и Аня Иванникова в совершенство владели немецким языком в рамках школьной программы, писали, читали и говорили. В моем личном деле впоследствии было записано, в совершенстве владеет немецким и английским языками. Расскажите немного о своих родителях. Моего отца привезли на эту землю в 1906 году из Херсонской области, подобно тем поселенцам, которых потом отправляли на Целину, а маму привезли из Ростовской области. Они на новом месте постепенно обжились, арендовали землю, хоть и жили в трудных условиях. Родители мои были крестьянами, они вступили в колхоз в 1934 году. Мой отец вступил туда самым последним. Мама была специалистом по выращиванию и обработке табака, а отец был агрономом довольно обширного профиля растений. В нашем районе тогда проживало 65 тысяч человек, которые работали в 10 колхозах, расположенных на территории размером 20 км на 25, расположены между реками Лабой и Белой. Через год после вступления в колхоз отца избрали председателем колхоза, и он председательствовал вплоть до 1940 года. За это время его четырежды арестовывали, но каждый раз прокурор за неимением состава преступления его отпускал. Арестовывали отца по ложным доносам? Нет. Уже потом, когда я спрашивал его в 80-летнем возрасте, он сказал, это таким образом приучали нас, руководителей, выполнять закон. Первое, за что его арестовали, была ловля рыбы. В то время разрешалось ловить тонну рыбы на семью, а он наловил тонны 4 или 5. Он ее засолил впрок, думая, что никто не узнает. Но недели через две, когда рыба засолилась, приехали из района, забрали рыбу, и район обеспечен был селедкой. Второй раз он в школе преподавателям продал 84 кг ранних помидор. А этого нельзя было делать. Надо было сначала сдать государству, выполнить план поставок, а потом уже с излишками можно было поступать, как захочется. В 1939 году отец вырастил хороший урожай и раздал пшеницу крестьянам на трудодни, как положено было. Раздавал, можно сказать, насильно, развозя каждому по дворам, потому что ее было много и хранить в колхозе было просто негде. Мешки с зерном приходилось вываливать перед дворами колхозников. За это его тоже арестовали. У нас за рекой Белой была ферма, на которой погибла одна корова, которая запуталась в привязи и задушила сама себя. За этот случай отца арестовали в четвертый раз. Отец был отличным специалистом в техническом плане. Он изобрел агрегат, который высаживал в грунт рассаду томатов и табака. Этот агрегат через три года был произведен Краснодарской сельскохозяйственной академией. А отцу за изобретение были выделены 10 рублей премия и две пол-литры водки. После председательства в 1940 году его хотели снова переизбрать, но он уехал в Майкоп и на собрание не явился. В Майкопе знакомый врач выписал ему справку, что он болен. На том собрании люди стали заступаться за отца, говорили, «Вы что, хотите, чтобы его в тюрьму посадили, чтобы дети без отца остались? Нас тогда у родителей было пятеро детей». Отец всегда заботился о нас, поэтому мы всегда были одеты, обуты и сыты. Если с едой было не очень, то всегда вручала рыба. На реке Белой отец ставил верши, которые нам надо было проверять четырежды в день, и потом мне приходилось разносить эту рыбу по родственникам. Иногда родственники высказывали претензии. Тогда я приходил к отцу и говорил, «Папа, а вот те-то говорят, что им хотелось бы, чтобы рыба была уже очищенной». Кто говорит, «Значит так, рыбу им больше не носи, а то они уже сами чистить ленятся». «Расскажите про ваших братьев. У меня четыре брата. Один брат Александр закончил автомобильный техникум и был преподавателем в Красногорске, под Москвой. Потом он работал там же, на военном заводе. Другой брат Алексей пошел по отцовским стопам и стал агрономом. И когда он вырастил урожай 55 сантиметров с гектара, его через месяц забрали в область, Майкоп, и назначили его там главным агрономом области. Третий брат Борис был самым умным в нашей семье. Он окончил два университета и работал до 75 лет на различных должностях в проектном институте в Майкопе. Самый младший брат Витя работал на заводе электриком. Единственный из нас, братьев, кто не имеет высшего образования. Он в свое время пытался поступать в сельскохозяйственный институт, но не написал сочинений на пять, поэтому не поступил. Сейчас говорят, что у крестьян не было паспортов, что нельзя было поехать куда-нибудь поступать. Все это лишь часть правды. Паспортов в нашей местности до войны у крестьян действительно не было. Но это не мешало нам, всем пятерым, ездить по стране вплоть до Москвы. Про Краснодарский край, Краснодар и Майкоп я вообще молчу. Мы там бывали очень часто. И в Армавир, и Тихорецк мы порой вообще пешком ходили. И никто нас нигде не задерживал. Да тогда и проверять было некому, милиции почти не было. У нас на район было всего три милиционера и один начальник милиции. Милиционера я впервые увидел, когда мне было 13 лет, и я пошел в Майкоп на празднование 1 мая. У нас в селе даже участкового не было. Но когда отца арестовывали, я прочел в документе строчку «Явиться в отделение милиции, имея с собой продовольствие на двое суток и теплую одежду». И рядом видел подпись начальника районной милиции. «Расскажите про ваши школьные годы». В школу меня отец отправил в 1934 году, когда мне исполнилось 8 лет. А в наше время в школу принимали, когда ребенку было 10 лет, так что учиться я начал на 2 года раньше положенного. Это потом сыграло свою роль. В армию меня призвали тоже на 2 года раньше, в 16 лет, подумав, что я, окончив 8 классов, укрываюсь от призыва. У сотрудников военкомата при себе был список, окончивших 8 классов, и они забирали в армию согласно этого списка. До 4 класса я учился в нашем населенном пункте, в школе, которую построил мой дедушка. Перед самой революцией на деревенском сходе дедушка предложил построить школу. Сначала все жители согласились с ним, а потом, когда начались все эти события, к нему пришли и сказали, «Ты это все затеял, ты и строй». После окончания начальной школы остальные 4 года я учился в Ж. Дуг Хаббльской средней школе. В эту школу нужно было ходить пешком. Это сейчас школьников на автобусе возят. А тогда мы каждый день ходили 2 километра туда и 2 километра обратно. В нашей школе было чем нам заняться. У нас была пионерская организация, различные кружки, спортивные секции, художественная самодеятельность. «Были какие-нибудь ощущения надвигающейся войны? Сейчас с высоты прожитых лет я начинаю осмысливать и понимаю, что да, ощущения были. И была активная подготовка к ней. Предчувствие, что будет война, ощущалось по частому призову запасников на военные сборы и переподготовку. Шла активная подготовка летчиков. В каждой станице у нас были аэроклубы Асавиахима, а в Краснодаре, Армавире, Белореченске были даже училища летчиков. Я очень хотел стать летчиком, но отец мне сказал, «Я тебе сейчас такого летчика дам, что с печки у меня будешь прыгать без парашюта». Как вы узнали о начале войны? Мы с моим дядей, который работал в колхозе бухгалтером, должны были в этот день строить дедушке новый дом, и поэтому таскали бревна для строительства. И вдруг прибегает кто-то и говорит дяде, «Антон Иванович, дедушка говорит, что началась война. Приходите к правлению». Там до правления было метров 150, не больше. В правлении колхоза было радио, черный такой репродуктор. Вот по нему и было объявлено о том, что началась война. В этот момент все хуторяне собрались в правлении, слушали радио, и сразу же после этого начался призыв в армию. Когда началась война, я закончил 7 классов и продолжал учиться. Те ребята, которые 1924 года рождения, заканчивали 8 класс, и их по окончании учебы стали призывать в армию. Начало войны как-то сказалось на вашем учебном процессе? «Никаких изменений не произошло. Никаких занятий у нас не сократилось. Мы учились по полной программе. Вот только часть молодых преподавателей из нашей школы забрали в армию. У нас был преподаватель, немец по национальности, Беккер Александр Федорович. Он и его жена, Берта Георгиевна, были из немцев по Волжье. Так его забрали в армию, а его жену спустя некоторое время отправили жить куда-то на Урал. Когда немцы пришли к вам в село. 25 мая 1942 года я закончил 8 классов, а немцы к нам пришли 18 августа 1942 года. По своей природе я имел обыкновение где-нибудь ходить, путешествовать, узнавать, как живут люди в других семьях, в других селениях. В тот день я пошел в поле, в котором лежала скошенная люцерна, стояла брошенная сельскохозяйственная техника. По пути километров в двух у нас была тракторная бригада. Я туда пришел, смотрю, метров в двухстах едет немецкий обоз, состоящий из повозок-одноконок. Немцы не могли ехать по нашей центральной улице, поскольку был разрушен мост через Кубань, и они ехали по противоположному берегу. Когда я их увидел, перепугался, и километра два бежал от них. Прибежал в сад, сел под яблонью виноградника, отдышался, потом через болото пришел домой. А немцы к этому времени уже уехали. Позже, когда отремонтировали мост через Кубань, немцы ехали по шоссейной дороге от Усть-Лабинска со стороны Краснодара до Майкопа. А я в это время, уже будучи в партизанском отряде, считал, сколько мимо меня прошло машин, танков, кто прошел, какой национальности и так далее. В тот момент немцы даже по мне стреляли. Они же не глупые, понимали, что не просто так я сижу в 70 метрах и ловлю рыбу. Чего бы мне сидеть около моста, где проходит военная техника. Поэтому немцы выстрелили в мою сторону. Но благо, что они стреляли вверх, по дереву, и меня не убили. Я быстренько бросил свою удочку и побежал в партизанский отряд с донесением, что и в каких количествах сегодня прошло мимо меня. Колхоз эвакуировали перед приходом немцев. Перед самой оккупацией мы, молодежь моего возраста, вывозили на элеватор колхозное зерно. В тот год урожай был хорошим, зерна уродилось много. Сначала вывозили зерно в Усть-Лабинск, а потом, когда немцы захватили Краснодар, в Белореченск. Но не все зерно удалось вывезти. Часть ненамолоченного зерна из этого урожая осталась на таку, сваленной в такой большой бурт. Технику и трактора забрали из колхоза еще раньше. Ни одного трактора не осталось. Было в колхозе четыре машины, и их забрали тоже. Часть скота отправили в Чеченную Ингушетию. Вернуться оттуда удалось только женщине, председателю колхоза, который сопровождал этот скот. Она рассказывала, что Чечню немцы заняли быстрее, чем нас. Они пригнали скот туда, а там уже хозяйничали немцы. Мой сосед отправился туда сопровождать гурты скота, так его там местные жители расстреляли, а скот разобрали себе. Перед войной каждый колхоз заготовил продовольствие в лесу для партизан. Когда я уже был в партизанском отряде, мы не знали, где спрятано продовольствие. Председатель колхоза уехала, и тот, кто возил продовольствие прятать, тоже уехал. Когда закладывали продовольствие, то старались, чтобы об этом знало как можно меньше народа, иначе или разворуют, или просто сообщат врагу. Нашему отряду приходилось пользоваться продовольствием, заготовленным другим колхозом. Правда, пользовались мы им, пока тех людей, которые нас снабжали продовольствием, не расстреляли полицейские. Расскажите про тех, кто сразу к немцам пошел служить. Были, конечно, такие, которые пошли служить к ним по собственной воле, но были и те, которых немцы просто назначили, например, старосты. У нас был сосед, который, когда наши войска отступали, не пошел с ними, а задержался в лесу и впоследствии вернулся в село. Его немцы назначили полицейским и еще одного, жившего на другом конце села. Но тот уже по возрасту не был военно обязанным, да и никаких участий в операциях он не принимал. А тот, который сосед, постоянно подвергался критике со стороны односельчан. Когда наши вернулись, этого соседа арестовали и впоследствии в Краснодаре расстреляли. Как вы попали в партизанский отряд? Кем он был создан? В Краснодарском крае с приходом немцев сразу были организованы партизанские отряды, но они в большинстве своем были небольшими, человек по 55. Я не знаю, кто их там организовывал и как организовывал. Знаю только, что нашим партизанским отрядом руководил старый партизан Емельяненко Павел Степанович, который партизанил еще в гражданскую войну. Начальником штаба у него был мой дядя. Он после ранений был направлен на месяц домой долечиваться. И тут в село вошли немцы. Он не смог возвратиться к себе в часть, поэтому был вынужден уйти в партизанский отряд. А меня в отряд взяли по той простой причине, что я часто приходил в отряд к своему дяде. Но к тому же моей маме чешский офицер однажды сказал, указывая на меня, «Матка, ты ему запрети разговаривать с немцами на немецком языке, иначе его возьмут переводчиком и убьют, заподозрив чем-нибудь». И в один из дней из отряда пришли два парня, наши односельчане, взяли меня под руки, как знающего немецкий язык, и увели в отряд. «Силой увели? Нет, они просто сказали, что меня зовет мой дядя». «Как звали вашего дядю?» «У меня было два дяди. Одного звали Павел Степанович, а другого, который был в партизанском отряде, звали Василий Евстафьевич. Он был 14-го года рождения, после войны работал в колхозе помощником бухгалтера, поскольку очень хорошо владел математикой». «Где базировался ваш отряд?» «Наш партизанский отряд базировался в лесу между Туапсе, Майкопом и Белореченской. У него не было одного постоянного места базирования, мы часто переходили с одного места на другое. Сначала мы были в непосредственной близости от села. Там километров в семи был хороший лес, окруженный с одной стороны болотом, а с другой – рекой Белой. Вот в том месте и была у нас база отряда. Однажды я соскучился по маме и очень захотел ее увидеть. Ну, что я там? Пацаном ведь еще был. Я пошел домой. А чтобы выйти из лагеря, надо пройти три наших кордона. И я три партизанских поста прошел, меня пропустили. Когда я возвращался обратно, уже дело было вечером и стемнело. По мне начали стрелять из пулемета. Расстояние до этого пулемета было очень большим. Я видел огонь, слышал, что стреляют, но не придал этому значения. А потом увидел рядом с собой фонтанчики снега и понял, что стреляют по мне. Я быстро скатился во враг и бегом побежал в отряд. Когда я прибежал, меня сразу схватили за шиворот и потащили к начальнику отряда. А Павел Степанович был матершинником и не сильно культурно разговаривал всегда с людьми. Вот и в этот раз он огрел меня дубиной и закричал «Сукин ты сын, кто тебя отпускал?» По маме он, видите ли, соскучился. Отколотил он меня в тот раз очень хорошо. В результате партизанский отряд снялся с насиженного места и был вынужден перебраться в другой район. А дело было в январе. В те годы было много снега, да и холод был сильный. Мы через реку Белую, по грудь в ледяной воде, перешли, неся на вытянутых вверх руках кто радиостанцию, кто автомат, кто карабин. У меня был карабин, я сам себе его добыл. Мы как-то уничтожили немецкий грузовик, который перевозил боезапас. Этот грузовик направлялся куда-то и, когда наступила ночь, остался ночевать в нашем селе. Его охраняли шесть человек немцев, которые по очереди несли караульную службу. Один стоял у грузовика, а остальные спали в доме у Кравченковых. Наш отряд снял ночью часового. Один закрыл ему рот полотенцем, а двое схватили его за руки, чтобы немец не успел сделать предупредительного выстрела. Все операции было тщательно продумано, в отряде были совсем не глупые люди. А у каждого окна дома, в котором спали немцы, выставили по автоматчику. И когда немец вылезал из окна, его расстреливали. Из груза, который перевозил этот грузовик, мы забрали себе гранаты, автоматы, карабины. Я смотрю, народ по-быстрому расхватывает имущество. Кто по два карабина схватил, кто ящик с патронами на себя нагрузил. А я карабин на себя нацепил и еще с дуру схватил один ящик, думая, что он с патронами. Потом чувствую, что он подозрительно легкий какой-то. Но все равно я взвалил его себе на плечо и припер в партизанский отряд. А начальник Павел Степанович посмотрел на меня и на ящик и говорит, «Ну что ж ты, сукин ты сын, припер нам в отряд уздечки. У нас ни одной кобылы нет. Зачем нам эти уздечки нужны? Кто тебя, дурака, только посылал на задание? Не знал, что ты такой дурак. Мне стало неудобно, стыдно, и я никому об этом эпизоде потом не рассказывал. Это хорошо, что он меня просто отругал, а не отколотил. Ведь иногда он мог и крепко палкой дать за какой-нибудь проступок. В вашем селе немцы на постое стояли? У нас немцы останавливались только на ночлег. И последние немцы, отступая, в нашем селе на последней улице построили оборонительный рубеж. А мы с моим другом Колей, который был очень смелым, отчаянным парнем, пошли на задание. Нам было приказано узнать, где размещается эта оборонительная линия и сколько там техники и вооружения. Когда мы подходили к этим оборонительным укреплениям, нас остановил патруль. Я патрульному на немецком языке говорю, что иду домой от бабушки, которая сильно болеет. Он мне пинка под задницу дал и сказал, быстрее домой. И мы пошли в ту сторону, где была эта линия обороны. Там рассмотрели все внимательно, прошли дальше и спрятались. Теперь надо же было, обойдя все эти немецкие укрепления, вернуться обратно. Да так, чтобы ни одна собака на нас не залаяла и ни одному полицейскому на глаза не попасться, иначе нас поймают, и мы никаких сведений в отряд не принесли бы. Те сведения, что мы доставили, очень помогли нашим наступающим частям, которые освобождали село в конце февраля 1943 года. Только один солдат там погиб. Остальные, зная расположение этого рубежа и его вооружение попросту обошли его, и немцы были вынуждены в спешном порядке бежать оттуда. Наше село полностью освободили от немцев, как и Сталинград, 2 февраля 1943 года. Какова была реакция немецких солдат на то, что к ним подходит простой деревенский мальчик и внезапно начинает с ними разговаривать на немецком языке? Никак на это не реагировали. Мне потом 13 лет пришлось прослужить в Германии, и я сделал вывод, что пожилые немцы, у которых были дети, они к детям относились положительно. Но это было не всегда так. К примеру, когда я по заданию пришел домой к дяде, они меня выгнали ночью в холодный коридор на мороз, и я там спал на соломе. А молодые солдаты относились более дерзко к молодежи. Помнишь, я рассказывал случаи, когда я сидел с удочкой у моста, а они по мне стреляли? Вот таких случаев было два, и каждый раз стреляли молодые солдаты. Кроме солдат, в меня дважды стреляли из самолета. Я как-то утром рано сидел у рукотворного озера, которое к настоящему времени не сохранилось, и наблюдал за прилетающими самолетами, которые летели бомбить, наверное, Армавир. Это я так предполагаю. У меня же не было их плана, куда они там летели, и что им надо было бомбить. И вот пять самолетов пролетели мимо меня, сидящего на круче. Мне бы слезть с нею, а я засмотрелся. А шестой самолет, пролетая на Бреющем, дал очередь по мне из пулемета. Но благо, что очередь легла немного впереди меня. Еще расскажу тебе. Когда наши отступали, отступали они довольно пассивно, нашими войсками командовал Буденный. Но ощущения, что всей массой отступающих кто-то руководил, не было. В последней колонне отступающих шла батарея 37-мм пушек-автоматов из четырех орудий. Мимо этой колонны пролетала группа немецких самолетов. Так эти артиллеристы развернули свои орудия и начали стрелять по ним. Самолетам пришлось отвернуть и сбросить свои бомбы неподалеку, в балку. Вот если бы миллионная отступающая армия дала отпор преследующему ее врагу так, как дала эта батарея. А то они беспомощно шли по дорогам в девять рядов целую неделю в сторону Туапсе. А под Туапсе их остановили матросы и пограничники. И вот там уже, встав в оборону, пополнив свои ряды другими, сбежавшими с фронта и отступающими частями, они дали отпор немцам. Из дезертеров там был создан штрафной батальон. Мне об этом уже отец рассказывал потом.